Вера вечна, Вера славна, наша вера, правда... Для начала представьтесь, пожалуйста. Я митрополит Русской Православной Церкви Царской Империи, Енох. Скажите, пожалуйста, вот в сети прошла такая информация о том, что по областным церквям ходят странные люди и расклеивают листовки с флагом имперской России и с призывом присоединиться. И мало того, проходит еще информация о том, что пророк, патриарх и царь всей Руси, коим считает себя лидер этого движения Зосима, он является бывшим судимым, неоднократно судимым за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, во-первых? И во-вторых, в Сибирской епархии однозначно классифицируют это псевдодвижение как секту. То есть что вы можете сказать по поводу того, что вы не секта? Давайте начнем с того, что кратко хотя бы расскажу я о том, кто он. То есть мы все чадо Русской Православной Церкви. У нас достаточно большой опыт за плечами духовной жизни у каждого. Мы не один год были прихожанами Московской Патриархии. Но возрастая духовно стали свидетелями многих канонических преступлений, совершаемых Московской Патриархией. Это предательство и исповедание Пресвятой Троице на межрелигиозных съездах, которые происходят постоянно во Всемирном Совете Церквей, где происходит совместная молитва якобы православных архиереев Московской Патриархии вместе с иудеями, мусульманами, язычниками, католиками. То есть теми, кто уже по Вселенским Соборам отлучен и осужден как еретики и с кем никакого ни молитвенного, ни духовного общения православной по канону Церкви иметь не могут. Подобные действия всегда встречают прещения во Вселенских Соборах отлучения от Церкви, от Пресвятой Троице, отлучения от святых тайн, даже извержений сад священнического. Но, к сожалению, в наше время канон и Церкви людьми забыты. Православие как таковое усердно. Православие это что такое? Это правильное прославление Господа. По канону Церкви, по учению святых отцов, по Вселенским Соборам. Вот Вселенские Соборы предписывают в такой ситуации, когда священн начале Церкви впадает в ереси и совершает такие страшные предательства, всем христианам отделяться от них. Прямое указание дают. Ни в коем случае не оставаться с ними в молитвенном общении, не поминать за литургией. Все православные, кто хотят спасения, стяжать души своей, если остаются в молитвенном общении христическом с теми, кто открытый ересь творит в такую, уже прежде осужденную Вселенскими Соборами, тот духовный вред огромный получает. И спасение наследовать не может духовно. Для того, чтобы духовное спасение наследовать, нужно в первую очередь соблюдать чистоту православия. Вот это то, о чем мы говорим. То, что, как говорят люди, листовки мы расклеиваем. Мы расклеиваем не листовки, это проповеди. Проповеди эти содержат обличение этих действий в первых рахах московской патриархии по учению святых отцов и канонной церкви. Больше ничего в этих проповедях нет. Только приводится к канону церкви и учение святых отцов. Мы не призываем людей примыкнуть к нашей церкви. Наша задача открыть людям глаза. Чтобы белое было названо белым, а черное черным. Потому что люди сейчас не понимают вообще, где правда, а где ложь. А первые рахи и священники московской патриархии делали все, чтобы усыпить людей. Чтобы они сами не заботились об этом. Убедить их в том, что якобы о них, об этом кто-то должен заботиться, кто-то другой. А их задача это только посещать богослужение. Но нет. Каждый христианин в крещении давал клятву о том, что он будет сохранять чистоту православия. Тем более каждый священник давал клятву о том, что если он где-то даже увидит, как будут предаваться каноны православия, то он первый раз усерднется. Об этом сейчас все забыли. Когда мы по 15 правилу двукратного Константинопольского собора, которое предписывает отделяться в таком случае от первостоятелей и епископов, творящих ересь, мы все так и поступили, отделились. Своё отделение мы оправдали последующим поместным собором. Когда Господь нам дал уже священство, епископство, множество мирян, мы провели поместные соборы не один, а три уже. Поэтому церковь наша, она соборная. Все решения принимаются основные на поместных соборах. Вопрос возникает тогда. Где же секта? Секта там, где проходят поместные соборы, или там, где они, как Московская патриархия, преданы забвению? В Московской патриархии голос народа слушать не хочет. Поместный собор не созывался уже около 30 лет там, который бы мог решить вопросы насущенной проблемы церкви, в том числе и предательство её первых рахов постоянно. Все полномочия в Московской патриархии переданы архиерейскому собору. То есть там только епископы принимают решения, они даже не оглашают их людям. Люди даже не знают, какие эти епископы совершают предательство. Вот мы хотим, чтобы люди его знали. А дальше пусть они сами принимают решение. Нужна им чистота православия, исповеданная Пресвятой Троицы? Нужны им каноны церкви или нет? Если нет, то как вы можете называться православными? Православие – это то, где соблюдаются каноны церкви. Предстоятель нашей Церкви, Русской Православной Церкви Царской Апереди, державный патриарх Зосима, всю свою жизнь сердцем переживал только за чистоту православия. А за то, что люди сейчас в наше время утратили связь живую с Господом, Духом Святым. И они получают руководство в своём спасении от Него. В таком положении очень тяжело людям разобраться вообще, где правда, где лошадь. Следствием чего это стало? Это всё стало следствием постоянного предательства Бога, которое совершается в том числе в Московской Патриархии. И его основная задача была всегда именно донести людям уважности, исповеданной чистоты православия Пресвятой Троицы. То, что сейчас распространяется такая клевета повсюду, а это именно клевета, потому что основания она под собой не имеет, мы уже подаём сейчас заявление о том, чтобы эта клевета, даже не заявление, а требование о том, чтобы эта клевета была прекращена. То, что в его биографии есть действительно судимости, это не для кого-нибудь секрет. Это легко проверить. Это можно сделать запрос соответствующего, но вся эта информация у них хранится, она открытая. То, что среди этих судимостей, несудимостей за совершение каких-то действий в отношении несовершеннолетних, это факт. Это все мы знаем. Говорить о том, что человек мог совершить какие-то ранние ошибки и так далее, это вообще неуместно. Потому что священника и первого иерарха церкви нужно оценивать его действия по канонам церкви. Если он не совершает действий, противоречащих канонам церкви, мы не можем иметь никаких к нему претензий. Если в прошлом Господь решил, что он должен пройти до таким путём, в эти личные грехи никто не имеет права вмешиваться, и тем более называть сектой из-за этого церковь. К тому же мы видим картину, когда те, кто сейчас пытаются как-то наше слово заглушить, не дать им это прозвучать, прибегают к дьявольскому оружию, клевете, что вполне тоже характеризует их. Клевета — это и есть действие духов нечистых. А то, что это всё клевета, это легко проверить. И репортеры, которые до этого готовили эти сюжеты, и публиковали все эти новостные ролики, не удосужились даже сделать запрос. Органы в соответствующей МВД, которые бы им очень быстро дали бы информацию. И сейчас фактически они все стали участниками этого грязного дела. по обливанию клеветой и грязью от нашего первого подержанного патриарха Засима. А вместе с ним и всех нас. Потому что тень этой клеветы, она ложится на тысячи людей ведущих. Тысячи. А чем эти люди отличаются? А только тем, что для них дорого православие. Вот и всё. И эта травля, она сейчас фактически получается развернута против имени истинного лууса православия. С подачи тех, кого мы в своих проповедях обличаем, то есть московской патриархией. Почему направлены какие-то даже агрессивные действия против вас? С чем это связано? С чем вызвано? Какими вашими конкретными действиями это вызвано? Агрессия такая по отношению к вам? Я думаю, что больше всего тех, кто сейчас агрессивным настроен по отношению к нам, это может быть как структура властная и, конечно же, официальная, совершенно начальнее московской патриархии. Это вызвано тем, что они не хотят, чтобы люди знали правду. Им нужно, чтобы люди оставались в невезме. Они со своих англонов прямо людям говорят, спите дальше, мы за вас решим, куда вас везти. Но люди-то все идут в погибель и получают духовный вред страшный. Поэтому сейчас каждый должен разобраться сам в этой ситуации. Сейчас нельзя оставлять кому-то разбираться в этом вопросе. Нужно открывать глаза, думать, начинать. Мы для этого всем людям даем информацию вообще. У нас есть анализ устава русско-православной церкви в Московской патриархии, патриархата, но где полностью видно, что у поместного собора, в который входят обычные люди, священия, в него власти теперь нет. А вся власть теперь у архиерейского собора, как у католиков. У нас есть развернутая работа, посвященная всем экономическим преступлениям московского патриарха. С фотографиями, с описаниями, с ссылками, с апостольскими правилами, с колоннами церкви. Это все доступно и сложно. Каждый человек может взять эту лихоньку в свой пользу России. Наши краткие обличительные проповеди, которые мы распространяем, где тоже все это указано кратко, доступно, понятно. У каждого есть возможность ознакомиться с ними. Самое главное, я думаю, то, что сейчас множество представителей власти официально открыто показывают, что они приверженцы иудейской веры. Они совершают обряды иудейские, ходят в одежде, посещают стены, плачут, молитвы на какие-то действия составляют. А люди забыли, кто такие иудеи, такие иудействующие сейчас. Так же, как и забыли, что такое православие. Иудействующие иудеи – это враги православия, враги Христа. Сам Господь сказал в Евангелии, что отец их дьявол. Вот и об этом мы тоже говорим. Потому что эти люди, после того, как совершают эти действия иудейские, они идут и в православный храм и молятся. И все, кто после этого с ними на службе находятся, и епископы. А все, кто этих епископов поминать продолжает, они все отлучаются от церкви. Так говорят, каноны церкви – это не мы придумали. Вот об этом-то мы только и говорим. Это, наверное, раздражает. В борьбе все средства хороши. То есть, какими средствами Вы пользуетесь, чтобы доказать свою православие? Ну, мы не согласимся, что все средства хороши, потому что кто-то из-за креветуха, опять же. Мы берем только оружие Божие. Наше оружие – это ограды церковной. Это каноны церкви. Это предание святых отцов, толкование. Вот мы и живем по канону церкви. Это закон совести, закон православия. По канону церкви мы указываем на все преступления, которые совершаются сейчас в официальной церкви, которые себя называют православной, но по сути не такова. Вот людям спросить вопрос, где церковь? То есть, это там, где православие уничижается, в московских, то это и по фаширам, по названию не знаю, что нет. Или секта там, где каноны православия защищают и стоят. Их ставят главной задачей жизни это исповедование в чистоту и для православия. Христос воскресе, братья и сестры. Вопрос, заданный журналистами, требовал развернутого ответа, в полноте озвучить который не позволил краткий формат этого интервью. Дополнительно хотелось бы коснуться той части вопроса, который звучит, что предстоятель нашей церкви, владыка Зосима, считает себя царем, патриархом и пророком Ильей. Много жда ранее, уже мы заостряли внимание людей на соборном начале нашей русской православной церкви и царской империи. Никогда владыка Зосима не объявлял себя царем и патриархом единовременно своим решением, как постоянно приписывают ему, желающий очернить нас люди. Все решения в отношении восстановления монархии на Руси, помазания на царство и избрания в патриархии были приняты на земском и поместных соборах всеми людьми, единодушно. Так же поступили наши православные люди, и когда через архиерейский собор РПЦ царской империи, через Святое Писание и учение святых отцов о последнем антихристовом времени, всем нам было наглядно показано Господом, что живем мы во времена, когда должен Господь по слову своему послать пророка Ильюфи, святянина, дабы во втором славном пришествии своим не поразить землопроклятием по слову Святого Писания. Книга Апокалипсиса Иоанна Богослова четко указывает нам, как прежде мы и доказывали уже через учение святых отцов церкви, что Илья Пророк будет иметь на себе также и царственное помазание, и помазание первосвященника. Посему невежеству в Святом Писании и учении святых отцов православия выказывают ныне те из людей, а в особенности претендующие называть себя православными. Кого удивляет, что последний русский царь, обетованый нашему народу и множество святых отцов церкви, и есть чаемый во времена Антихриста пророк Илья. Не имея достаточного познания во Святом Писании, отвергая промысел Божий о возрождении Церкви Христовой на последние времена через одного человека, имеющего на себе три помазания пророческое, царственное и помазание первосвященника, искажая сие откровения, люди хулят и извращают Святое Писание. Таким образом, одни осознанно, другие неосознанно становятся еретичествующими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok